Всем привет! Мы начинаем двойной прямой эфир. Для меня это новая опция. Меня пригласили и потом понудили. Надеюсь, что будет участникам интересно. Мы будем разговаривать с Игорем Розовым. Это специалист по переговорам. Темой нашего прямого эфира будет обсуждение использования знаний о типологии человека, которые изложил в Троице в рамках переговоров. Сам Игорь много этим занимается. У него есть несколько книг. Кремлевская школа переговоров, жесткие переговоры. Я всегда знаю, проводить умею, но не люблю. И это не является моей специализацией. Но что касается поведения человека в рамках взаимодействия разных типов, разных таких структур психических, я думаю, может быть актуальна для темы переговоров. Но она важна по-своему. Это мы сейчас пытаемся организовать этот прямой эфир. Добавить? Сейчас мы проверяем звуки. Ждем пока Игорь присоединится. Вот я уже вижу Игоря. Добрый день, но я его не слышу. Да, меня слышно? Раз, два, три, меня слышно? Скажите, пожалуйста. Игорь, я сейчас буду налаживать связь, чтобы вас услышать. Я вас хорошо слышу, Андрей. Вас очень хорошо слышу. Значит, нужно выключить. Убрать петличку? Скорее всего, петличка не дают. Вот, я уже слышу Игоря. У нас были технические накладки. Ничего страшного. Так, ну все. Еще раз добрый день. Раз знакомствую. Добрый день. Ничего не слышно. Это самое громкое, да? Так, сейчас мы еще раз попытаемся что-то сделать. Раз, два, меня слышно? Вот, все, слышно прекрасно. Прекрасно. Да. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Андрей. Пока тут все падает. Ну все. Замечательно. Ну что, можем приступать? Да, конечно. Мы сегодня пообщаемся о переговорах. Я уже пытаюсь настроиться на эту тему. Да, да, да. Очень интересен ваш опыт. И я думаю, что мы поделимся опытом. Тем более, знаете, вот я чуть-чуть пару слов о своем подходе к переговорам расскажу. Я все-таки считаю, что переговоры – это наука. Просто есть много специалистов, которые берут какие-то доводы ниоткуда. Например, нужно говорить «добрый день», а не «здравствуйте». Я всегда задаю вопрос «покажите следование». И в этом отношении очень интересно, я думаю, и вашим слушателям, и моим слушателям будет узнать именно ваш подход к общению, коммуникации. Вот эти три типа. Недавно прочел вашу книгу. И вот три типа принятия решения. Можно назвать так, если ваше позволение. Принятие решения, учреждения. Это же фактически ключ к любому человеку, в принципе. Если их учитывать, если их правильно, то правильно. Понятно, что с любым договориться невозможно. Но в принципе учитывать это мы обязаны. Хотелось бы об этом немножечко поговорить с вами. Я, в отличие от вас, не специалист по переговорам. И исследований у меня конкретно по переговорам нет. И я занимаюсь действительно тем, чтобы типировать людей с точки зрения их способа видения мира. У нас есть такое иллюзорное представление, что все люди воспринимают мир точно так же, как мы. Ну, в общем, как нам знать, как другой человек воспринимает мир. И, конечно, мы проецируем на него свое представление, свой опыт, свои знания и так далее. В связи с этим есть масса когнитивных искажений. Например, проклятие знания. Мне кажется, что все должны знать то, что я знаю. Но это не так. Другие люди имеют другой опыт. Другие знания, другие желания и потребности, нежели мои. Но самое важное, что мне кажется, надо понимать, что они, в принципе, по-другому воспринимают мир. Через другие, условно говоря, сигнальные системы. Все это восходит еще к Ивану Петровичу Павлову, который в свое время выделил такие две крайности. Это нестероидные и шизоидные типы, мыслители и художники, он их назвал. И его гипотеза состояла в том, что, если мы говорим про художников по Павлову, что у них подкорка является ведущей. И если мы говорим про мыслителей по Павлову, то у них кора, вторая сигнальная система, слова, понятия, концепции являются самым значимым ресурсом и инструментом в создании картины мира, в которой они живут. Но вы представите, что это два совсем разных мира. Если я живу на уровне каких-то тонких ощущений, чувствований, как на меня реагируют, как нравлюсь я, не нравлюсь и так далее. Это одно дело. Другое дело, когда я живу в логике, что есть понятия, закономерности, последовательности и так далее. Это совсем другой способ вообще видеть мир. И эти люди разговаривают на одном языке, но совершенно разное в этом внутреннее содержание в каждой конкретной голове. Сейчас уже мы знаем, что действительно есть существенные закономерности, связанные между корково-подкорковыми взаимоотношениями с точки зрения тех связей, которые организуют отношения прежде всего префронтальной коры, языковых центров и подкорковых структур. Ядер, условно говоря, обобщаем очень большую нейрофизиологическую массу феноменов. Так или иначе, нейрофизиологически это определяется, прежде всего, интенсивностью движения потока. Если мы говорим про людей с мыслительным типом, шизоидов, у них действительно нет такой восходящей импульсации, которая есть у людей стероидного или художественного склада. То есть, просто буквально мы видим, как загорается, условно говоря, подкорковая структура, и дальше они сигналят уже в кору, и кора, в общем, играет исключительно по правилам, которые задали эти подкорковые образования, определяющие наши чувства безопасности, сексуальности. А у мыслителей, у них кора сама по себе активничает, и совершенно неинтересно собеседоваться с подкоркой. У них нет такого плотного контакта, и это создает другую крайность типологическую. Есть и третий тип, который Павлов предполагал, но говорил, что он не понимает, что с этим делать. Он его называл смешанным, хотя, конечно, речь идет не о смешанном, а именно о другом типе. Почему Павлов это не рассмотрел? Потому что Павлов не занимался социальным поведением животных. Он занимался исключительно условными рефлексами конкретного животного. Значит, Конрад Лоренс, основатель экологии, исследователь поведения животных, он все время настаивал на том, что исследование животных должно происходить в естественной социальной среде. Вот, и даже известен такой конфуз, когда один из учеников Конрада Лоренза приехал на стажировку к Павлову и, значит, в лаборатории выпустил собаку, стоящую в станке. Вы помните, как условный рефлекс на метроном, который включается, и, значит, собака начинает выделять слюну, когда у нее тут условный рефлекс на пищевое подкрепление сформировался. И вот, значит, в этой истории ученик Конрада Лоренза выпустил собаку из станка. И собака побежала к метроному и стала его лизать и принимать позы подчинения и выпрашивания. Почему? Потому что собаку уже ассоциировал метроном с членом своей стаи, от которого зависит ее пропитание. Значит, ну, Павлов, конечно, все эти феномены не учитывал, и поэтому ему было трудно понять третий тип, который преимущественно является социальным. То есть это не вопрос его рефлекторского чувствования, как у художников, это не вопрос его логического, такого абстрактного подхода, как у мыслителей, это вопрос социальный. Это люди, у которых ведущим инстинктом, ведущей потребностью является социальное одобрение, поддержка. И с другой стороны, власть. Нахождение в группе. Да, но с другой стороны и власть, и собственная правота, и так далее. Поэтому, да, получается три вот таких разных полюса. И для этих людей одна и та же ситуация будет выглядеть совершенно по-разному. Человек заходит, как бы сказать, в комнату переговоров, и для одного, у которого социальный такой тип, мы его называем центристским, значит, он сразу видит, кто как, на кого смотрит, что, значит, кто кому относится, кто куда сел, кто как... Талибрует. Да, ну вот. И он это делает абсолютно рефлекторно, он про это не думает, вот, он это ощущает, ну вот. Он занимает так место, чтобы максимально, как бы, там, по тому, какое место он занял, можно понять, как он кому относится и так далее. То есть, все-таки, статус играет для него тоже очень большую роль. Для него играет, потому что социальный инстинкт – это иерархический инстинкт. Иерархический, а многие, вы знаете, я, может быть, там, в унисон, многие этого просто не замечают, и потом вот мне, как специалисту по переговорам, задают вопрос, что, послушай, вот я прихожу и начинаю вот с ним спорить и доказывать. Я объясняю, что, ребята, вы боретесь с таким типом за власть, а это самое дорогое, что у него есть. Да. И он не отдаст просто так никогда. Он не отдаст. А люди приходят, вот, например, классическая схема, когда подчиненный пытается руководителю доказать, что руководитель неправ. Да. Ну, это, в принципе, достаточно самоубийственное занятие. Ну, вот, но, конечно, есть, если руководитель еще центрист, то есть у него есть полное ощущение того, что он во всем прав и, в общем, как бы, сказать, совершенно никак ему нельзя. Вот эти аргументы, да, которые бы позволили ему поменять точку зрения, на аргументы хорошо реагирует представитель мыслительного типа или конструктор, как мы его называем, да, потому что он рассуждает в логике, в наборе закономерностей, в последовательности. И тут очень много, позволю перебить, очень много тоже конфликта случается, которые я тоже вот всегда показываю, особенно, знаете, вот тем, кто занимается, вот, есть менеджеры по продажам. И они часто, когда приходят к закупщикам, а закупщики, они все-таки относятся по большей степени, потому что профессия все-таки выбирается, ну, наверное, сначала мы выбираем, потом она выбирает нас. И закупщики, они обычно вот этого второго типа, когда вот мыслители, мыслители, а продажники, они больше первого типа, когда вот им нужно быстро, энергично и сделать. И они приходят и начинают без бумаг, без утверждений, без ничего, да ладно, все будет хорошо, да мы попробуем все. А в ответ слышат, подождите, а где гарантии, а где расчеты, а где... И начинается, одни других называют занудами, а вторые других называют кроликами, которые быстро бьет. Да. Такая, я думаю, что вот это вот... Всегда возникает проблема, когда сталкиваются представители разных мыслительных типов, потому что если вы рассуждаете формально-логически, вам нужны доводы, вам нужны аргументы, вам нужны цифры, там и так далее, для того, чтобы вы приняли решение. И по-другому вы просто не принимаете решение, то, конечно, когда приходит человек, который берет своим шармом, своим обаянием, способный и любящий производить впечатление других людей, каковы они являются, художники или рефлекторы, как мы их называем, троицы. Вот. Значит, они небежно коса на камень находят, потому что рефлектор не получает своего восхищения, конструктор не получает своих цифр, вот. И дальше они просто начинают на личности, хотя вопрос не личности, а вопрос того, как они для себя определяют критерии принятия решений, как они для себя характеризуют ситуацию, как они ее понимают и так далее. Поэтому между этими типами у них могут быть очень хорошие романтические отношения, вот, потому что один производит впечатление очень сильно, а другой все не может понять, о чем речь и что же такие постоянно какие-то зигзаги и переходы хода, вот. Пытается разгадать эту загадку, и в этом смысле конструкторы с рефлекторами могут составить пару, где девушка постоянно озадачивает молодого человека, молодой человек очень конструктором, пытается все это понять, и она для него абсолютно загадочное существо. И вы знаете, еще, позволю добавить, очень хорошая с точки зрения переговоров переговорная пара. Вот, когда конструктор и рефлектор, вот, они идут вместе на переговорах, я заметил, что это очень успешно, и я рекомендую вот всем, кто задумывается о походе на переговорах, именно своего напарника брать с другого типажа, потому что когда мы отмечаем типа, да, мы не замечаем. Особенно, если ты идешь, вот, если ты художник, вот, я, например, к первому типу отношусь, у меня, вы знаете, я чуть-чуть прорвусь, я расскажу вам очень забавную суть. Пригласил меня, были такие большие переговоры крупные с одним руководителем, и сидел его директор HR департамента, и вот она рассказывает историю, что она всегда кандидатов проверяет следующим образом, просят открыть компьютер и показать рабочий стол. И если все хорошо лежит, все там аккуратно, все как по ноткам, его можно брать на работу. Я поворачиваюсь к ней, говорю, скажите, пожалуйста, вы бы меня взяли на работу? Она говорит, вас сразу же. Я открываю свой компьютер, он меня, ну, вы же понимаете, как профессионал, кто у меня на рабочем столе, я могу сейчас просто чуть-чуть позже отвлечься и показать, это художественный беспредел. Да. Ну, я отношусь к тому типу, который убирает художественный беспредел раз в год во время новогодних праздников, когда мне ничего делать. Да, да. Но вот у меня недавно тоже, вот я спортом занимаюсь, у меня много спортивных вещей, и если кто-то, не дай бог, уберет мои спортивные вещи, разложит по стопочкам, мне это полный дискомфорт. Я понимаю. Да, и вот это вот чар-директор, она просто, она сидит и ей нечего сказать. Это не показатель, то есть здесь сможет показать. Да, мерит по себе, она считает, что если она последовательная и логичная, то это единственный способ взаимодействия правильный, а все остальные какие-то шалопаи. Вот, но в действительности просто у каждого типа есть свои преимущества и есть свои недостатки. Потому что понятно, что если вы можете системно учесть большое количество разных параметров и будете их там детально изучать там и так далее, это важно в бизнесе в любом случае. Но если у вас нету способности, так сказать, придать этому лоска, блеска и так далее, то, в общем, у вас никогда этого не получится, понимаете? То же самое, как брать на работу на должность менеджера по продажам, брать логика. Зачем? Он там не нужен. Он, скажем, в логистике должен быть. В логистике, в закупках, в управлении, то есть это другие компетенции. И многие же ошибаются с выбором и профессии, и специальности, и потом говорят, слушай, я не справляюсь. И вот здесь на переговорах надо очень-очень это учитывать. Я всегда показываю, у меня был тренинг, и он остается сейчас, он также назывался рабочее название, как договориться с кем угодно, о чем угодно. И как раз вот я на фоне вот этих исследований ваших, и я беру от Зизиса вот классификацию, она упрощенная, конечно, но хорошо ложится на умы, когда вот он тоже очень-очень схожий с тем, что... И очень понятно и просто, я показываю, что, ребят, вот вы приходите на переговоры с человеком, у которого логическая составляющая. И я показываю на своем примере, у меня был товарищ, у него высокое логическое мышление, вот он настолько развит, и когда ты ему говоришь, там, Петя, мы заработаем примерно 10 рублей, он останавливает переговоры и говорит, сколько? Сколько? Примерно 10. Конкретно. А что будет, если не заработает? А кто... Вот нас, вот мой тип, если ты это не понимаешь, начинает жутко раздражать. Раздражать, конечно. Хотя на самом деле он задает резонные вопросы, потому что он позволяет увидеть какие-то аспекты ситуации, которые вполне возможно изначально другой не увидит, там, рефлектор или центрист, вот, он вполне возможно, что конструктор задает те вопросы, по которым надо подумать. Другое дело, что если это сразу воспринимать как его желание сопротивляться и его нежелание отсутствия у него доброй воли, вот, тогда будет просто естественная эмоциональная реакция негативная, и переговоры пойдут ко дну, так сказать. Поэтому, если просто понимать, что для человека это действительно важно, вот, и это может быть важно и для другой стороны переговоров, потому что она же таким образом что-то для себя новое узнает, увидит и поймет и так далее, то вы можете прийти к решению согласованному, которое будет устраивать обоих, и все будут хотеть достижения поставленных, так сказать, задач. Абсолютно верно, и это обязаны учитывать, и я хотел бы вот еще поговорить с вами, вот, вчера читал ваш пост, вчера или позавчера, по поводу мужчин и женщин, ведь это же тоже присуще в общении, и много, мне тоже много очень вопросов задают о семейных конфликтах, и о том, что многие не учитывают, вот, я, например, недавно наблюдал один конфликт мужчин и женщин, когда, тоже из типологии, мужчина, женщина говорила, я хочу купить вот эту квартиру, а мужчина начинал с точки зрения логических доводов пытаться ее переубедить, что эту квартиру нельзя покупать, и они потом ее никуда не продадут. В итоге закончилось, ну, на моих глазах это происходило, конфликтом, руганью и чуть ли не матом. Это в отношении полов, как это можно применять, как это учитывать? Ну, вообще, если говорить просто про, как соотносится типология конструктора-рефлектора-центриста с полом, то, значит, конструктор это больше мужская часть. Ну, надо сразу сказать, что мы все смешанные типы. Значит, нет ни одного чистого, потому что у нас мозг есть, он состоит из всех зон, вот, и коры, и подкорки, и дефолт-системы, которые отвечают за построение социальных связей, зеркальные нейроны, там, и так далее, есть у всех. Просто вопрос в том, что разная пропорция, разная степень активности и разный поток нервных импульсов, они, как бы, какая-то из зон может являться ведущей и, как бы, являться скрипкой, так сказать, первой определяющей это все, финальные поведенческие вещи. Вот, поэтому, если говорить про половую специфику, то вы чаще можете встретить мужчину-конструктора, чем женщину-конструктора, хотя бывают женщины-конструкторы. И вот ваши руководители... А профессия накладывает отпечаток? Я попутно задам вопрос. Ну, значит, скорее профессия является симптомом. Вот, потому что люди, которые имеют более рациональное такое мышление, они, скорее, идут в технические профессии. Значит, вот, барон Саймин Коэн, который занимается исследованием аутизма, вот, он как раз исследует и показывает, что вот профессиональные выборы родственников говорят нам о вероятности того, что у человека будет аутизм. А что к аутизму? Это минимальная социальность, да, минимальный вектор, вот, не будет такой пёс влезать в этот метроном, так сказать. Вот, и поэтому не формируются социальных связей, иерархии и так далее. Вот, поэтому, скорее, профессии являются симптомом к того или иного типа. Если человек занимается творческими профессиями, то с большей вероятностью он является художником по поводу или, как мы говорим, рефлектором. Вот, если он идёт в деятельность, которая связана с работой с цифрами, со знаками, с какими-то схемами, таблицами и так далее, то у него большая вероятность, что у него конструкторский тип, он логичен, и, ну, тут тоже конструктор не обязательно будет логичен, как вы себе это представляете. Он может быть логичен внутри своей собственной внутренней логики, со своими правилами и так далее. Вот, и если человек избирает деятельность, которая связана со взаимодействием с другими людьми, вот, с руководством, вот, кто хочет, есть люди, которые стремятся к руководителям и чувствуют себя, как бы сказать, комфортно, когда они достигают каких-то карьерного роста именно, возможности кем-то поруководить и так далее, вот, то это, конечно, больше центристы, больше вот такой социально-ориентированный тип, которому важно быть вожаком в своей старой. Вот, поэтому я бы говорил, что профессия, это скорее то, что является для нас симптомом. Если человек занимает профессию, то, скорее всего, он, и особенно, если он в ней преуспел, потому что если есть много конструкторов, которые хотят идти в художники, вот, или родители заставляют, да, ну, вот, но они просто могут, вряд ли преуспеют сильно в этом, ну, вот, хотя, конечно, определенный Малевич вполне себе преуспел, Кавка по-своему преуспел, хотя ни одной книги не издал, но, в общем, зато пошел в историю. Но это вот классические такие конструкторы от художников, да, то есть классические конструкторы, в творческих профессиях, то есть они бывают, но реже. Вот, поэтому, если говорить про пол, то здесь вот соотношение действительно больше конструкторов среди мужчин, больше рефлекторов. Вот очень интересно, пока вы рассказывали, я наблюдаю комментарии. Тут по комментариям сразу видно, кто центрист, кто конструктор, кто рефлектор, потому что, как только начинаются комментарии, типа, да ладно, не мучайте вопросами, да, это вот типичный, типичный, типичный комментарий вот первого типажа, который показывает, что да мы, да вот лучше знаем, зачем нам разбираться. Это такой очень быстрый типаж, это не значит плохо или нехорошо, вот я по переговорам это очень хорошо вижу, что когда человеку нужен быстрый совет, то есть ему не надо глубоко касаться, дайте ему, пускай он напорит ошибок, и вот потом он приходит уже за ответом на свои вопросы, это да, это вот тот типаж, это ключики. Единственное, знаете, я еще по своей, по себе могу заметить, тоже по своим исследованиям, которые провожу в переговорах, что с возрастом все-таки у нас конструкторская часть начинает немножко развиваться. Вот если по себе, вот мне было там 20 лет, 30 лет, 25 лет, движения были совершенно другое, 40 совершенно немножко по-другому идет, то есть уже появляются немножко вопросы, а зачем, а что будет, если нет, и обоснули. Вот насколько это учитывается вообще, вот если возрастной, или это все-таки мои какие-то предположения? Ну, книга, которую мы косвенно обсуждаем, троицы. Ну, наша тема сегодня, да. Да, она носит под заголовок «Будь больше самого себя». Значит, идея состоит в том, что мы действительно можем развивать в себе недостающие такие характеристики, мыслительные, характерологические и так далее. Вот, и люди, которые добиваются многого в этой жизни, они добиваются именно за счет того, что они умудряются развить в себе вот все три способа сборки реальности и способов, как бы, функционирования в ней. Вот, и, понимаете, кто-то с возрастом формирует у себя дополнительные инструментарии интеллектуальные для решения задач, да, потому что он все время в контакте с реальностью, чувствует ее отклик и понимает, что какие-то стратегии его типа не срабатывают, поэтому он думает, что бы еще сделать интуитивно, зачастую просто поднаглюдаясь с другими людьми, воспроизводит какие-то стратегии, которые дают эффект. Вот, поэтому, значит, ну, это не потому, что это с возрастом, а потому, что человек действительно проходит профессиональный опыт становления, вот, и наращивает у себя соответствующие дополнительные навыки. Вот, потому что большинство людей, к сожалению, с возрастом утяжеляют свой тип. Вот, то есть, те, кто не развивается с точки зрения, там, профессионального роста, социальной какой-то компетенции, там, и так далее, они, как правило, застревают в своем типе, и мы видим просто худшие их, как бы, если по молодости еще были альтернативы, вот, то дальше они просто застревают в этом и, в общем, достаточно ригидно в нем функционируют. К сожалению, возраст, он не способствует нейропластичности, вот, чем мы становимся старше, тем вероятность того, что мы сформируем новые стратегии интеллектуальные уменьшается, вот, не случайно великие открытия делают юноши, вот, потому что, ну, и девушки, вероятно, вот. Юные, молодые люди. Юные, молодые люди, да, ну, вот. Почему? Потому что это время, когда мозг еще очень пластичен, он может допустить взаимосвязи, которые предыдущее поколение уже не может заметить, потому что оно, вот, не может соединить это, им кажется, это не соединение. Интерность, интерность. Да, да, она нарастает с возрастом, вот, что такое, вот, деменция, с геймером и так далее, это же, вот, по сути дела, неспособность клеток создавать новые связи. Она постепенно у нас нарастает, я надеюсь, что мы с вами еще поборемся, но надо смотреть в правде в глаза, вот. Надо больше учитываться, заниматься спортом. Да, это нейротропный фактор вырабатывается при занятии спортом, поэтому он помогает в формировании новых нейронных связей. Да, вы знаете, я смотрю каждый раз на соревнованиях, я занимаюсь спортом, триатлоном, дистанцию аэронмен прохожу, и я каждый раз, знаете, вот, когда бежишь дистанцию, когда, там, уже к финишу близится, уже чувствую, что, ну, все, не могу, смотришь, рядом бежит кто-нибудь, там, 60 лет, и думаешь, а бежит он так прям, вот, бежит. Да, бодро. Бежит, да я не могу. И как-то бежится легче, поэтому здесь надо, развиваться. Вы знаете, я описал, несколько лет готовился к написанию книги «Переговоры с монстрами». Вот недавно вышло, я вам ее, с вашего позволения, подарю. Да, спасибо большое. Посолочка. Вот, и я как раз-таки описал вот этот процесс, кто такие монстры. Монстры, они есть у каждого из нас, это тех, кого мы боимся, опасаемся, но у каждого они есть. Это не только там монстры, большие служащие, это и для кого-то дети, жены. И почему мы боимся, потому что как раз-таки в виде этого монстра, воображая этого монстра, у нас включается вот эта эмоциональная составляющая. Мы начинаем себе фантазировать и сочинять его образы. Я ввел такого персонажа, знаете, хорошего конструктора и назвал его «Мистер Рацию». И вот этот «Мистер Рацию», он помогает, он отключает у нас, помогает нам отключить вот эту эмоциональную составляющую и рационально ответить нам ряд вопросов, чтобы вот этого монстра внутри победить, потому что они-то живут внутри нашей головы. И как вы, ну я абсолютно здесь согласен, это все мы смешанные типы, и когда мы чего-то опасаемся, боимся, вот эта неизвестность, у нас включается вот эта эмоциональная составляющая. Даже у самых конструкторов. Вот я видел людей с высокой интеллектуальной составляющей, и в момент переговоров с монстрами перед у них наступает вот эта просто паника. И когда вводишь вот эту... Это просто немножко другие причины, у них монстры по-другому выглядят, они их из другого места, из другого теста создают этих монстров. А они у всех разные, они у всех разные, но фактор то, что они есть. И как я заметил, победить этого монстра можно только когда вот пригласить в гости вот этого товарища Рацию, который просто беспрестанно нас допросит. И здесь, к сожалению, внутренний диалог иногда не помогает. Здесь очень хорошо внешне кого-то приглашать, человека, который не заинтересован в твоих переговорах, не заинтересован в результате. Поэтому все-таки лучше, конечно, учитывать смешанный тип. И вот понимать, что иногда нужно включать одну составляющую, иногда другую, пользоваться этим умелым. Я так предполагаю. Ну, я просто по своей основной специальности психиатр и врач-психотерапевт. То, о чем вы говорите, это такая стратегия, в советской психиатрии это называлось рациональная психотерапия. Уже в новое время это стало называться когнитивная или когнитивно-поведенческая психиатрия. Я очень много у Харитонова учился, у Сергея Харитонова. Понятно. Это очень такое научно обоснованное, одна из таких действительно эффективных и доказанных техник направлений психоперапевтических, когнитивно-поведенческих. Поэтому я здесь с вами могу только согласиться. Конечно, когда эмоции захлёстывают, то должны появиться рациональные аргументы. Но я бы здесь все-таки сделать, знаете, на чем акцент? Есть техники, связанные с обладанием со стрессом. У меня есть книжка, например, «Счастлив по собственному желанию». Там 12 последовательных глав. Каждая посвящена определенному психическому механизму. Если со всеми разобраться, упражнения сделать, то можно справляться со стрессом вне зависимости от того, какой у тебя психологический тип. Но что важно иметь в виду с точки зрения психологического типа, это то, что действительно монстры, если пользоваться вашей терминологией, они у этих типов разные. То есть, например, для рефлектора очень важно, чтобы его оценили, чтобы его похвалили, чтобы им восхитились. И если начальник смотрит на результаты труда рефлектора и говорит «Всё нормально, хорошо, спасибо, продолжай», то для рефлектора это может выглядеть просто как подщёчина, как он не поддержал меня на дипломатическом банкете и так далее. То есть, это может быть травма, переживания и так далее. И он действительно нуждается в мощном национальном отклике. И он ждёт его. И если этого отклика нет, то он неизбежно фрустрируется. Рефлекторы должны знать про себя, что у них есть это слабое звено. Потому что люди не ходят по улицам за желанием восхищаться всеми направо и налево. Иногда просто нормальная реакция. Это нормальная реакция, а не какая-то катастрофа, как воспринимается рефлекторами. Для конструкторов очень важно, что вся эта логическая цепочка, которую она простраивается, полностью заполняется. Если они чувствуют, что где-то не хватает пазла, условно говоря, в их размышлениях, они впадают в тревогу, потому что им кажется, что если всё не додумано до конца, то не будет работать. Мир сейчас такой, что вы не можете всё додумать до конца. Мир изменился. Он аджайловый, он очень подвижный. Вы должны принимать решения мгновенно, быстро. И дальше смотреть на результат, и доизменяться, и доизменять стратегию, и двигаться дальше. И в этом смысле это монстр-конструктор, который хочет всё додумать до конца, и в результате ничего не делает, потому что опаздывает. И случается переход хода без его участия, и он чувствует себя обиженным, что его, как бы сказать, проигнорировали и так далее. И они должны понимать, конструкторы, что сейчас время, когда вы не можете додумать всё до конца. Вы не можете быть абсолютно уверены. Вы должны действовать, когда у вас есть достаточный уровень фактологии, для начала действий. И для центристов у них своя, конечно, проблема, свой собственный монстр, потому что у них всё время ощущение, что их не... то, что они делают, не воспринимается как значимое, ценное. очень важно иметь им социальный отклик, что другие люди ощущают благодарность, что они оценили, что для них что-то сделали и так далее. Потому что центрист, в конечном счёте, считает, что всё, что он делает, он делает для других людей. На самом деле он всё делает для себя, потому что хочет получить одобрение других людей. Но вот такое одобрение, уважение, принятие, учёт его статуса, авторитета и так далее, тоже не нынешнее время. Потому что сейчас, кто успел, тот и съел. И как-то былые заслуги, кто чего там вложил и так далее, не так ценятся. То есть время художников? У художников другая проблема. Художники или рефлекторы, как мы их называем, у них есть какая-то сложность. Они реальность, если это нужно, они на неё могут закрыть глаза. И это может быть хорошо в раз, когда мы делаем какой-то яркий, мощный проект и так далее, и игнорируем какие-то детали. Когда входим в переговоры, когда добиваемся в каких-то условиях, производим на кого-то впечатление. Это может быть очень эффективной стратегией. Но потом вы всё равно столкнетесь с реальностью. И эта реальность может оказаться не по зубам. И вряд ли обязательства не работают. И так далее. Поэтому я бы не сказал, что какая-то из этих стратегий является преимуществом. Я считаю, что надо у нас есть образовательная программа Академия смысла. И там на третьей ступени мы как раз изучаем вот эти все типы. И главное, чему я учу на этом третьем этапе, это видеть свои типологические недостатки, свой дефект. потому что мы, к сожалению, считаем свои недостатки своими достоинствами. И проецируем себя на других людей. И вот это вот самое большое в переговорах. Вот сейчас мы поотвечаем на вопросы. Я думаю, что у нас ещё есть несколько минут ответить на вопросы. Но вот я скажу, что одна из самых-самых больших ошибок это проецировать свою картинку, свою картину мира на других. И вот это вот выражение правда посередине это самое большое заблуждение. Вот то, чему я всегда учу, что если произошла конфликтная ситуация, каждый вложился. И самая большая задача понимать правоту. Вот знаете, вот это выражение он не прав. Этот человек так себе рассказал историю. У него картинка. И чтобы понять что они так не чувствуют, у него свое чувство правоты. Вот знаете, как недавно столкнулся с ситуацией. Молодые люди пришли в ресторан, подозвали официанта. Один решил там немножко показать, что он крутой. Говорит, сделай нам красиво. А потом, когда расплачиваться пришло время, он говорит, я же не говорил так дорого. У каждого свое красиво. Один дал право так думать, а другой взял на себя это право. И вот здесь, как вывод, нужно, конечно, учитывать все типажи. Давайте, может быть, пару вопросов ответим. Я понимаю, что наше время уже подходит к концу. Я, кстати, хотел бы вас поздравить. Я буквально за пять минут до эфира узнал о новой, я даже не знаю, это должность или это звание про Сбербанк. Это работа. Это работа. И, знаете, я на самом деле очень счастлив, что наконец-таки Сбербанк начнет учитывать личности людей. Я надеюсь на это. Мы на вас возлагаем. Сбербанк самая технологичная и в действительности очень активно развивающаяся компания. И для меня, конечно, честь работать с такой организацией. Поэтому искренне от меня поздравления. И вот несколько вопросов. Первый вопрос. Это НЛП, это миф или нет? Я можно свое пару отношений, а потом я, естественно, могу быть неправым, вы поправите. НЛП для меня это такая легкая выдержка из когнитивно-поведенческой психиатрии, психологии. То есть, они взяли Павлова Скиннера, они взяли неручительную собаку Карен Прайер и переложили на какой-то популистский язык. И если говорить сегодня, кроме России, например, особо нигде НЛП не востребовано. Например, в заграничных магазинах очень много книг по когнитивке, а вот НЛП уже на заднем плане. Но это мое мнение. Я хотел бы ваше мнение, потому что будет интересно. Вы абсолютно правы. Когда создавалось это направление, оно, в общем, создавалось достаточно инструменталистским образом. То есть, это Грингори, они же были учениками Милтона Эриксона. Это человек, который действительно являлся в психотерапии. Есть такие, знаете, легендарные личности, которые трепетировали своей уникальностью. Фредерик Пеллс, например, или Вильгельм Райх, или Ференция, или в данном случае Эриксон. У него была концепция этого Эриксоновского гипноза, когда человек не теряет сознание, но при этом становится более доступен для каких-то манипуляций. В хорошем смысле, терапевтическом. В общем, в случае Эриксона будем так думать. Дальше, собственно говоря, создатели НЛП использовали условно-рефлекторную теорию, оперантную обусловленную Низкинурскую и так далее, для того, чтобы попытаться вводить человека в такое полутрансовое состояние. И когда он теряет уровень сознательного контроля, считается, что они могут с большей вероятностью сформировать какие-то условные рефлексы, знаменитые и горят, и так далее. Все здесь всегда поверх ценностей теоретических разработок, это реальность. Если говорить про эффективность этой терапии в рамках психиатрии пограничной, где, собственно говоря, ее можно проверить. У человека есть невротическое расстройство, у него нет невротического расстройства. Здесь она недостаточно эффективна по сравнению с той же когнитивно-поведенческой. Именно поэтому когнитивно-поведенческая терапия в ряде стран включена в систему страхования. То есть страховые компании готовы платить за такого вида лечения, а в НЛП нигде, ни в какое место. Страховая медицина отказывается иметь с этим дело, потому что не верит результативности. И еще несколько вопросов. Недавно при устройстве на работу спросил штатного психолога о типах, на что она мне ответила, а зачем вам это меньше знаешь, лучше спишь. Как вы относитесь к такому подходу? Ну, вы знаете, это ее подход. На самом деле есть такое понятие ключевой показатель эффективности. Как меряют ее работу, так она и действует. Если в ее задачах нету задачи именно развивать это направление, а зачем она будет это развивать? Поэтому скажем так, с моей точки зрения, это я с переговоров могу сказать, что любая попытка ей доказать, что она не права, будет так же, как мы вначале разговаривали, попытка борьбы за власть. И вы, кроме как врага в ее лице никого не наживете. Поэтому, знаете, вот когда начинаете бороться с кем-то в компании, ответьте сначала себе на вопрос, а для чего вам это? Что вы хотите? Знаете, вот у меня есть потрясающий вопрос, который я всегда говорю, ты хочешь быть успешным, ты хочешь быть счастливым или хочешь быть правым? Вот всегда ответим на этот вопрос, поэтому, ну вот, так бы я ответил. Некоторые хотят быть больше правыми, чем успешными, и это их ахиллесова пята. Но если осознавать свои, вот свои эти вот особенности такие, которые заводят, так сказать, в ненужные места, то можно это корректировать, и действительно можно улучшать качество жизни, этот факт. Да. Как доказать, что психологию нужно подключить к работе? Не надо доказывать. Понимаете, вот мое отношение к переговорам, переговоры это не спор. Дело в том, что в 80-е, 90-е годы и 2000-е, особенно в России, мы привыкли слышать термины поединки, побеждать, убеждать, продавливать. перестаньте продавливать, легче жить будет. То есть задача в переговорах не переспорить, а извлекать свою выгоду. А это можно проигрывать. Переговоры напоминают не игру в бокс, это игра скорее в поддавки. Вот если провести аналогию, очень хорошая аналогия, это игра в поддавки. То есть ты когда проигрываешь, ты выигрываешь. И вот здесь не надо вам убеждать, что нужно психологию. Берите и внедряйте. И когда люди будут видеть, что это работает, они будут за вами тянуться. Я здесь могу добавить только, что в общем по работам Джона Нэша уже десятилетия. Это Джон Нэш, Нобелевский лауреат по экономике. Снял при нем знаменитый фильм «Игры разума» с Расселом Кроу. К сожалению, потом заболел шизминей, но вот в молодом возрасте действительно создал концепцию вот этой игровых взаимодействий и показал, что если вы хотите добиваться успеха, то это должна быть всегда вин-вин ситуация. То есть должен выигрывать ваш партнер по переговорам, а вы сами. И для этого вы должны просто очень досконально рассматривать интересы каждого из участников и находить такие комбинации, когда значимые интересы для вашего партнера будут удовлетворены и ваши, соответственно, тоже будут учтены. Любая конфронтация, любая попытка добиться вверх в переговорах приведет к фиаско, потому что никто не идет на переговоры для того, чтобы встать в нижнюю позицию. А если вы одержите вверх, то эти договоренности они очень шапки. И я как человек, который учился в Гарварде, я прошел Гарвардскую школу переговоров, там полполнейший курс и общаюсь очень много с доктором Мнукиным и очень много искажают понятие вин-вин, выиграл-выиграл. Многие рассказывают, что выиграл-выиграл это именно борьба, то есть ты должен бороться для того, чтобы выигрывать и оба должны. Нет, выиграл-выиграл это концепция, это концепция. Когда ты получаешь свое, а твой оппонент, твой собеседник уходит удовлетворенным. Абсолютно правильно. это очень важно. Те выигрывают от сделки. Да, выигрывают от сделки. И вот здесь вот задавали вопрос, наверное, один из завершающих вопросов, это, что никогда не нужно спорить, нужно. Вот с моей стороны нужно. Когда вы спорите со своими друзьями, кто круче, лыжники или сноубордисты? Это круто. То есть вечером посидеть, а вот в деловых переговорах зачем? То есть если ваша цель доказать свою точку зрения, всегда задавайте себе вопрос, для чего вам это? На мой взгляд, это лучший вопрос, который можно задать. Я поэтому основал в Петербурге Академию Смысла, потому что смысл это то, что стоит за нашими действиями. Зачем мы что-то делаем? Когда мы понимаем, зачем мы что-то делаем, тогда мы можем принять правильное решение, надо нам это делать или не надо. Так что смысл надо осознавать, конечно. Спасибо большое за совместный эфир. Я всем хочу сделать небольшое такой вот презент или возможность выиграть. У меня скоро начинается такой семидневный марафон, который будет называться управление эмоциями в переговорах. И если вы хотите получить его бесплатно, я буду разыгрывать сегодня три места, вы можете перейти на мою страницу, написать под последним постом комментарии, рассказать, какие мысли вам пришли в голову. Сейчас модное слово инсайты от нашего эфира. И мы случайным образом завтра утром разыграем три бесплатных места на наш марафон. А для вас опять же два таких подарка. Я искренне вас поздравляю. Спасибо большое. И надеюсь, еще обнаглею, попрошу вас для журнала Мастер Переговоров возможно видать интервью. Хорошо. Спасибо большое. Рад был знаком. Всем большое вам хорошего дня и спасибо за замечательный эфир. Спасибо. Счастливо. До свидания. Счастливо.